Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Солнце стоит низко над горизонтом на восходе и закате. В это время дня солнечному свету приходится проходить через большую часть атмосферы, перед тем, как он достигнет наших глаз. Когда свет попадает в атмосферу, он рассеивается. Особенно хорошо этот эффект наблюдается, если в воздухе находится взвесь в виде наночастиц, такая как пыль или дым. Лучше всего рассеивается свет в синей части спектра. Таким образом, к тому времени, когда солнечный свет достигает наших глаз, в его спектре преобладает излучение в красной и желтой областях спектра. Частицы пыли и дыма обычно накапливаются в атмосфере под погодными системами высокого давления, которые связаны с долгими периодами сухой погоды в регионе. В тех регионах мира, где погодные системы регулярно перемещаются с запада на восток, в том числе в южных районах Австралии, красное небо на восходе и закате встречается очень часто. Красный восход солнца говорит о том, что область высокого давления и «хорошей» погоды вместе с пылью и другими частицами переместилась на восток. Это позволяет области пониженного давления и «плохой» погоды, возможно, с холодным фронтом и полосой дождя, двигаться с запада в течение дня. С другой стороны, красный закат неба говорит нам, что худшая погода теперь ослабла, с повышением давления и улучшением погоды, приближающейся с запада на следующий день. В Северной Австралии и других районах тропиков красное небо – ненадежный метод предсказания погоды. В этих регионах погодные системы часто очень локализованы, они вообще не движутся. Если вы увидите на восходе красное небо, то погода в ближайшее время, скорее всего, будет безоблачной с ярким солнцем, которое будет светить на более высокое облако с ухудшающейся погодой, двигающейся с запада. Если же такое небо вы заметите на закате, то погода в ближайшее время, скорее всего, будет хорошей, а солнечные лучи будут падать на восточные облака. По материалам The Conversation.